Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну, я ещё тут ролик не докачал, а уже... Или он докачался? Нет, ещё даже процессуется. В процессе. И мне нужно новый ролик медицинский делать. Мне ещё вчера надо было его делать, но я вчера что-то увлёк своими книжками. Но нет, ход без забра. Вот появилась очень интересная статья, называется «10 мер предосторожности, которые помогут защититься от коронавируса». А вот мы сейчас и посмотрим, почитаем, и я прокомментирую. Так, первое. Ну, тут продолжать, устраняться, коронавирус. Когда вы выходите из дома, надевайте перчатки или варежки. Не снимайте их в метро, автобусах, общественных местах. Второе. Если вам нужно снять перчатки, чтобы, к примеру, пообедать, не трогайте руками своё лицо или глаза, даже если что-то чешется. А чем же чесать-то интересно? А у меня вот сейчас я даже вот как почесался, сразу читаю, у меня всё чешется. «Исключайте любой контакт рук и головы». И прежде чем вновь надеть перчатки, вымойте руки с мылом и тёплой водой протирая каждый палец. Третье. Ежедневно меняйте перчатки, тщательно их стирайте и хорошо сушите. Да боже ж ты мой! Четвёртое. Медицинская маска плохо защищает помещение и практически бесполезна на улице. А использование одной и той же маски изо дня в день и вовсе превращает её в рассадник бактерий. Да. Потому что вы же дышите туда. Всё время там мокро, тепло, хорошо. Не надейтесь, что она вас надёжно защитит. Лучше избегайте толпы и не приближайтесь к посторонним людям на улице. Соблюдайте дистанцию не менее полуметра. В случае с близкими и знакомыми исключите рукопожатие, объятия и любой тесный контакт. Ой, в Краснодаре тяжело придётся. Там все как встречаются, обнимаются, целуются. Будто сто лет не виделись. Пятое. Дома обязательно замените все полотенца в ванной комнате и на кухне. Возьмите новое чистое, чтобы у каждого члена семьи было его персональное полотенце. Стирайте их два раза в неделю и хорошо сушите. Шестое. Будьте осторожны с дверными ручками. Если есть возможность, открывайте и закрывайте двери, используя локти или плечи. Или ноги, наверное, да? Нет? Вот насчёт ног нет. Надевайте перчатки, если нужно повернуть ручку. Если сделали это без перчаток, обязательно мойте руки после каждого такого контакта. Вот опять лицо трогаю, а? У меня это что-то нервное прям стало. Мойте руки после каждого такого контакта. И также старайтесь не касаться лестничных перил, рабочих столов, чужих гаджетов, игрушек, личных вещей. Я вспоминаю, я в Краснодаре когда жил, у нас там одна была тётя, ну, соседка. Вот когда гости уходят, да, она все-все ручки протирает с хлоркой. И перилы там, и вот до чего они могли коснуться. Я уже не говорю о том, что полы моют там всё, да? Всё-всё с хлоркой протирал. О, как! И там, ну, не было каких-то особых заразных эпидемий. Не, вот просто такая тётя, бзик у неё. Если вы делитесь с кем-то едой, не используйте для этого свои личные столовые приборы и посуду. У каждого блюда на столе должна быть своя вилка и ложка, чтобы накладывать в тарелку. Есть же, каждый должен своим персональным прибором. После еды тщательно мойте всю посуду. Детям также стоит запретить пить из чужих чашек. Восьмое. Не покупайте и не употребляйте в пищу сырое мясо, животных и рыбу. Пока не стало известно, какой именно вид стал источником вируса. Не покупайте и не употребляйте в пище сырое мясо. А кто это особо сырое мясо-то ест? Да ну, как-то странно. Если погода позволяет, открывайте дома окна, выпускайте воздух. Вирус не может задерживаться в хорошо проветриваемом помещении. То же самое проделывайте и на работе. Если вам приходится ухаживать за больным, носите плотно облегающую медицинскую маску. Она должна быть у каждого в вашем доме, в том числе у зараженного. Об этом часто забывают, кстати. Используйте латексные перчатки и одежду с длинными рукавами. Постоянно промывайте всю посуду и предметы, с которыми контактировал больной. Средства личной гигиены после использования должны упаковываться в герметичные пластиковые пакеты, а потом убираться в мусорное ведро. Больного рекомендуется изолировать в отдельной комнате, которую важно периодически проветривать. Эти советы опубликованы на сайте Foreign Policy и составлены для жителей Китая. Однако, на самом деле, они будут актуальны в любой стране, где есть угроза заражения коронавирусом. Сейчас таких стран уже больше 15. Интересно. И вот у меня тут ссылка выскочила. Можно ли заразиться коронавирусом от посылки с Алиэкспресс? Ребята, ребята, вот этот вирус, да, он не способен долго жить вне тела человека. Смотрите, обычный гриб заразен 48 часов. Ну, вот если бактерия, да, осталось там, вирус, вернее, у гриппа. ВИЧ погибает в течение нескольких часов. Возбудители атипичной пневмонии сохраняют заразность в течение нескольких дней. Вирусы долго вне тела человека не живут. И, короче, чем дольше едет посылка с Алиэкспресс, тем лучше. Даже если вирус каким-то образом окажется запечатан в посылке, он погибнет в течение нескольких часов. Максимум нескольких суток. Все понятно? Ну, все. Желаю вам не заразиться вот этой болезнью новой страшной. И, вообще-то, это вот при любых таких вот заразных заболеваниях эти советы годятся. Пока-пока. Доктор Влад с вами. Субтитры сделал DimaTorzok